Я знаю, что я лучший боксер в мире и докажу это в субботу. Я накажу его и заставлю подумать о том, что зря он не прислушался к совету брата и принял этот бой. Автором этой фразы является американский чемпион мира в полусреднем весе Эрл Спенс-младший. Да, возможно, он, как и подавляющая масса боксеров, имеет проблемы с дефицитом скромности. Но, если говорить о его боксерских умениях, то здесь он действительно обрадован всем сполна и у него есть все нужные качества, чтобы считаться одним из лучших в современном боксе. Добро пожаловать снова на канал На Связи. По-братски, бро, напиши комментарий, поделись этим видео в своей соцсети и влепи жирный лайк, ведь это помогает мне в создании новых выпусков. Тебе две минуты, а мне будет очень приятно. Сейчас мы посмотрим на несколько интереснейших моментов в карьере одного из талантливых дарований современного бокса с разрушительной мощью Эрл Истинный Спенс-младший. Эрл родился 13 января 1990 года в Нью-Йорке. В родном городе пошел на секцию бокса, развивал свой талант и в довольно молодом возрасте начал выступать на взрослых соревнованиях. Когда ему было всего 18 лет, он завоевал бронзовую награду на национальном чемпионате, а через год он уже не встретил равных на этом турнире и возвращался оттуда домой с золотой медалью. Кроме того, в 2009 году он победил на самом престижном американском турнире среди боксеров-любителей «Золотые перчатки». Всего на любительском ринге Спенс трижды побеждал на чемпионате своей страны. Один раз завоевал бронзовую награду, один раз победил на золотых перчатках и один раз занял второе место на этом турнире. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Спенс остановился в четвертьфинале, проиграв российскому боксеру Андрею Замковому. То есть в целом можно сказать, что на любительском ринге Спенс был вполне неплох, хотя говорить о нем как о супер-бойце тогда было нельзя. Все поменялось 9 ноября 2012 года, когда боксер дебютировал на профессиональном ринге. Стиль профессионального бокса был более по душе парню. Сменив перчатки на более легкие, он смог полноценно задействовать свою ударную силу. Чистые панчеры не могли сравниться со Спенсом в плане техники, а технари не имели, что противопоставить его превосходящей физической мощи. Начав профикарьеру осенью 2012 года, за два года он провел 15 поединков, в которых одержал 15 побед, 12 из которых он добыл до финального гонга. В этих боях он не встречался с серьезной оппозицией, победы были добыты довольно легко. Часто он просто доминировал над противником в ринге с самого начала до его конца, не давая ему сделать абсолютно ничего. И первым его серьезным вызовом должен был стать колумбийский боксер Самуэль Варгас. Бруклин, США, 2015 год. Эрол Спенс-младший против Самуэля Варгаса. Это был первый 10-раунд новый бой в карьере Спенса. Противник, не хватающий с неба звезд, но довольно крепкий и опытный соперник из Колумбии Самуэль Варгас. Многим было интересно, что покажет тогдашний еще проспект Эрол против оппозиции уже более сильного уровня. А показал он то, что и ждали от него его фанаты. Бокс высочайшего класса. Он захватил инициативу в ринге и начал вести поединок под свою диктовку. Уже в четвертом раунде Варгас оказался прижат канатом, пропускал много сильных ударов, после чего рефери решил остановить бой. После победы над Варгасом американец провел еще несколько 10 и 12 раундовых рейтинговых боев. Сначала разобрался с канадцем Фил Логреком, затем с представителем Южной Африки Крисом Ван Херденом. Потом в пяти раундах по очереди остановил мексиканца Алехандро Бореро и соотечественника Криса Алджиери. Победив в этих боях, Спенс-младший выбрал возможность сразиться в отборочном поединке за право встретиться с чемпионом мира по версии IBF британским боксером Кэллом Бруком. Но не будем спешить. Чтобы сразиться с обладателем пояса, сначала надо было разобраться с итальянцем Леонардо Бунду. Бруклин, США, 2016 год. Эрл Спенс-младший против Леонардо Бунду. Старт поединка выдался довольно тяжелым для фаворита, которым являлся Спенс. Итальянский оппонент старался оказать максимальное сопротивление. Боксировал неудобно, а иногда и откровенно грязно. Но класс, сила и техника дали о себе знать. Начиная с четвертого раунда, Эрл прибрал инициативу к своим рукам и наносил по противнику много точных акцентированных ударов. В шестом раунде Бунду пропустил несколько ударов, после которых сначала был потрясен, а дальше и вовсе отправлен в нокаут. Шеффилд, Англия, 2017 год. Эрл Спенс-младший против Кэлла Брука. Поединок сортовал и, как подобается чемпиону и хозяина ринга, Брук начал задавать темп боя. Он был более активен и разнообразен. Но с раунда к раунду более молодой годный претендент начинал взвинчивать темп своих действий. А стартовый напор британца, наоборот, начал снижаться. С каждым раундом превосходство претендента вырисовывалось все более четко. Со временем у Брука появилась гематома, а в десятом раунде американец провел комбинацию, которая отправила чемпиона в нокдаун. Но Брук, уже используя морально-волевые качества, сделал пару отчаянных попыток, чтобы спасти себя от потери титула. Перешел в атаку и даже несколько раз достал Эрлла ударами в голову. Такая неуступчивость Кэлла, конечно, вызывает уважение. И именно так должен драться настоящий чемпион. Но боги ринга тогда были на стороне Спенса. В жестокой драке на встречных курсах более молодой физически сильный американец окончательно победил оппонента, заставил того встать на колено и сдаться. Так Эрл Спенс-младший стал чемпионом мира. Бруклин, США, 2018 год. Эрл Спенс-младший против Ламота Питерсона. Получив пояс, Спенс, как и полагается в такой ситуации, должен был его защищать. Противником для дебютной защиты титула был выбран бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Ламот Питерсон. Несмотря на регалии противника, чемпион начал контролировать бой сразу со стартового гонга. Он был быстрее и более точен, чем претендент. В пятом раунде Ламот оказался на настиле ринга, сумел подняться и продолжить бой, но ненадолго. После седьмого раунда угол Питерсона отказался от продолжения поединка. Фриско, США, 2018 год. Эрл Спенс-младший против Карлоса Акампа До боя с Эрлом Спенсом мексиканский боец Карлос Акампа имел идеальный профессиональный рекорд, который составлял 22 боя, 22 победы, 0 поражений. И многие прогнозировали долгое тяжелое конкурентное противостояние. Но получилось немного по-другому. Акампа поверил в собственные силы и начал борьбу на встречных курсах. И поединок продлился недолго. Уже в первом раунде мощный хуха чемпиона разрушил все планы мексиканца. После двух успешных и уверенных побед над хорошими, но не суперзвездными противниками, болельщики и вообще мировое боксерское сообщество начало требовать Аспенса чего-то большего. От него ждали какой-то подвиг, победу над какой-то звездой. И команда американца нашла достойный вариант. Арлингтон, США, 2019 год. Эрл Спенс младший против Майки Гарсия. В марте 2019 года Эрл Спенс согласился на бой с чемпионом мира в четырех весовых категориях с отечественником с мексиканскими корнями Майки Гарсией. Надо признать, что Гарсия был намного меньше, чем Эрл. До этого он дрался в лимите легкого веса, разница которого с полусредним составляет целых пять килограмм. Но, несмотря на это, Майки Гарсия это был настоящий вызов для чемпиона. Эрл выходил в ринг против бойца, который имел идеальный рекорд из 39 побед и считался одним из лучших в рейтинге pound for pound. Эксперты давали разные прогнозы на бой. Кто-то не верил в Гарсию, кто-то наоборот говорил, что тот сможет победить Спенса. Но уже с стартовых раундов всем все стало ясно. Спенс показал, что он все контролирует. Он умело использовал преимущество в антопометрии и не допускал Майки на удобную ему дистанцию, расстреливая преимущественно с далека. Эрл победил во всех раундах и доказал, что он боксер действительно элитного уровня. После этой победы многие аналитики часто начали говорить о Спенсе, как об одном из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. Лос-Анджелес, США, 2019 год. Эрл Спенс младший против Шона Портера. После победы над Майки Гарсией чемпион IBF не хотел сбавлять обороты. Его больше не интересовали посредственные бои, только мегафайты. И было решено встретиться с другим чемпионом. Единственным смелым, кто согласился рискнуть своим поясом, оказался чемпион WBC Шон Портер. Команды подписали контракты и в начале осени прошлого года мы с вами увидели бой между двумя чемпионами полусреднего веса. Это был один из лучших боев 2019 года. Боксеры рубились с первого по двенадцатый раунд. Это был настоящий ад. Стартовые раунды выдавались еще относительно спокойными. Эрл забирал их себе в копилку. Но дальше Портер пошел в атаку, он сунул Аспенса словно одержимый. Эрл с большим трудом, но все же сдержал натиск. Его преимущество укрепил одиннадцатый раунд. В нем ему удалось точно зацепить подбородок противника. Портер оказался в нокдауне, но не был сломлен. Он встал и продолжил драться до финального гонга. Ровный двенадцатираундовый поединок с очень небольшим, но преимуществом Спенса завершился справедливым решением. Победа решением большинства судей. После этой победы все фанаты, как и наверное и сам Эрл, ждали новых боев с еще более сильными противниками. Все надеялись, что скоро объявят бой между Спенсом и Терренсом Крофордом. Или Спенсом и Менни Пакьяо. Но видимо у высших сил были на то другие планы. В октябре 2019 года в мировых СМИ появилась страшная информация, что объединенный чемпион мира в полусреднем весе Эрл Спенс-младший попал в аварию на своем автомобиле. Чудом избежав самого страшного, он травмировал лицо, получил рваные раны и был госпитализирован. Это выбило чемпиона из привычной колеи. Он оказался на время вне бокса. Но к счастью сейчас он вернулся в зал, начал работать и у нас есть все причины надеяться на его быстрое возвращение. Уже ходят слухи, что в скором будущем он может встретиться с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия. Или вовсе перебраться в средний вес и провести бой с Геннадием Головкиным или с Саулем Альваресом. Шансы на то, что Спенс начнет подниматься вверх по дивизионах довольно большие, так как за период восстановления и карантина он набрал много лишней массы и сейчас весит далеко за 80 кг. А с кем бы вы хотели увидеть бой Эрла? Пишите в комментариях. На этой ноте ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и не забывайте подписываться на мой личный аккаунт в инстаграм. Увидимся в следующих выпусках, берегите себя удачи! Субтитры сделал DimaTorzok